Салют игроманам! Из этого выпуска вы узнаете, успеют ли поляки доделать киберпанк, что станет с мультиплеером Red Dead Redemption 2 и почему Xbox отстаёт от PlayStation. Год подходит к концу, и кто-то уже спешит подвести итоги. Так уже в прошлую среду были объявлены лауреаты Golden Joystick Awards, одной из старейших премий в игровой индустрии. Победители определялись посредством открытого онлайн-голосования, так что приплести повестку и обвинить кого-то в продажности не выйдет. Впрочем, это не значит, что к результатам совсем нет вопросов. Итак, рекордсменом 2020-го стал сиквел The Last of Us. Он удостоился звания игры года и лучшей игры на PlayStation, а также получил награды за сюжет, звук и визуальный дизайн. Naughty Dog же была признана лучшей студией. А вот выбором критиков стал рогалик Hades от Supergiant Games. Его же назвали лучшим инди. Fall Guys признали лучшей мультиплеерной и лучшей семейной игрой, а Minecraft наградили за поддержку и, как ни странно, лучшее сообщество. Видимо, среди всех оно оказалось наименее токсичным. Among Us, которая, напомним, вышла еще в 2018-м, стала открытием года. А лучшей игрой на ПК назвали, внимание, Death Stranding. Впрочем, в Steam утворение Кодзимы и впрямь очень высокий рейтинг. Что касается игрового железа, то тут награда ушла к NVIDIA GeForce RTX 3080. С победителями в других номинациях вы можете ознакомиться на сайте игромании. А свое возмущение выразить в комментариях под выпуском. Вернемся к войне консолей. Точных цифр все еще никто не раскрывает. Но по косвенным признакам выходит, что пока в гонке ведет PlayStation. Это касается и продаж, и тестов. Так, последние замеры на Assassin's Creed Valhalla и Dirt 5 показали, что приставка Sony при более слабом железе выдает более стабильный фреймрейт. Журналисты портала The Verge попытались разобраться, в чем же причина отставания Xbox. Их расследование выявило пару занятных деталей. Первонаперво оказалось, что Microsoft гораздо позже Sony начала рассылать разработчикам девкиты. В результате, на освоение PS5 у тех было около полугода, а на знакомство с новым Xbox 3-4 месяца. Разница небольшая, но все же значимая. Задержка была вызвана тем, что компания до последнего оттягивала производство консолей. А все для того, чтобы внедрить в Xbox Series X полную поддержку RDNA 2 от AMD. В результате, конвей разработали только в конце августа. То есть, по факту, Xbox принесла мощный запуск в жертву долгосрочной перспективе. Series X действительно самая мощная консоль на рынке, но пока ее мощь выражается лишь в голых цифрах. Ведь ни одна кроссплатформенная игра сейчас не в состоянии раскрыть весь технический потенциал устройства. Но зато в будущем черный ящик имеет все шансы оставить плойку далеко позади. Будем ждать. Тут, кстати, выяснилось, что повсеместный дефицит PS5 вызван не только бешеной популярностью или перебоями в поставках. Кое-где свой вклад внесли мерзкие спекулянты. Так британская группа перекупщиков Crap Chief Notify похвасталась, что приобрела 3500 консолей и теперь, конечно же, сбывает их по двойной цене. Самое интересное, что технически это совершенно легально. По информации СМИ, группа пользуется особым софтом, который позволяет автоматически совершать массовую закупку. Ну а даже так никакого состава преступления нет. И это лишь те барыги, которые засветились сами. В реальности консоли, что ушли на сторону, исчисляются десятками тысяч. Ну что ж, пожелаем ловкачам скорейшего кармического наказания. Серия Метро в этом году отмечает свое десятилетие. И хотя сама годовщина пришлась на март, студия 4A Games только сейчас решила отметить ее пачкой анонсов. Правда, почти ни один из них не стал настоящим сюрпризом. Обо всем давно ходили слухи. Во-первых, Метро Исход получит обновленную версию для консолей девятого поколения. Она выйдет в двадцать первом и будет бесплатной для всех обладателей игры на Xbox One и PS4. В программе стандартные фишки, типа повышенной частоты кадров, увеличенного разрешения, быстрых загрузок и рейдрейсинга. Во-вторых, студия уже работает над следующей частью Метро под Next Gen. Она будет одиночной, сюжетно ориентированной и верной традициям серии. Подробностей пока что нет и в ближайшее время, вероятно, не будет. В-третьих, на пару с командой Saber Interactive студия готовит мультиплеерный спин-офф Метро. Проект лишь обретает форму, но он точно будет вторичным по отношению к номерной части. Все ресурсы будут брошены на сюжетную игру. Ну и, наконец, в-четвертых, 4A Games планирует запустить еще одну франшизу. Для этого она расширяет свои отделения в Киеве и на Мальте. Но это, судя по всему, планы на очень далекое будущее. Ну что ж, пожелаем разработчикам удачи и будем ждать деталей. Кстати, о намерении обновиться до Next Gen объявили и авторы другой игры, Gridfall. Оказывается, продажи ролевки про фэнтезийных колонизаторов пересекли отметку в миллион копий. Так что в следующем году проект выйдет на новых консолях. Да к тому же обзаведется неким дополнительным контентом. Станет ли обновление бесплатным, пока не сообщается. Только в прошлом выпуске мы говорили, что скоро может выйти еще одна RDR. И оказались правы. Только немного не в том смысле, в каком хотелось бы. Уже завтра, 1 декабря, Rockstar выпустит Red Dead Online в качестве самостоятельного проекта. Очевидно, это попытка спасти невзлетевший мультиплеер. Причем настолько отчаянная, что аж до 15 февраля игру будут отдавать всего за 5 баксов. Потом ценник взлетит до 20. Но при этом игра весит 123 гигабайта. То есть игроку придется тупо загрузить RDR 2 целиком, но с заблокированной сюжетной кампанией. Ее можно будет открыть за доплату. Потом такой же фокус планирует провернуть с GTA Online. Маркетологам Take-Two, конечно, виднее. Но что-то нам в эту стратегию верится слабо. Обрастает подробностями утекшее расписание Capcom, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске. Изначально мы, как и многие другие, посчитали, что загадочная Resident Evil Outbreak J — это перезапуск Resident Evil Outbreak. То был недолговечный, но относительно успешный мультиплеерный спин-офф серии, который вышел в начале нулевых. Ну а главный инсайдер по франшизе Dusk Golem утверждает, что на самом деле речь идет о другом ответвлении. Под рабочим названием Outbreak J скрывается третья часть Resident Evil Revelations — подсерии, предназначенной для различных экспериментов. Так, первая игра вышла на портативке Nintendo 3DS, а вторая опробовала эпизодическую модель выпуска. В качестве третьей разрабатывалась Village, но она получила такие теплые отзывы тестеров, что ее было решено включить в основную франшизу. А вот что ждать от загадочной Outbreak J — пока неизвестно. Согласно расписанию, игра выйдет в начале 22-го года. Ну а под конец — обязательный блог про Киберпанк. Надо же просмотры набивать. Благо новостей хватает. Во-первых, игра точно выйдет в обещанный срок — 10-го декабря. И да, 10-го декабря 2020-го года по Григорианскому календарю. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что диски уже завезли в некоторые торговые точки. Более того, кто-то уже успел их благополучно свистнуть и даже засветить геймплей на стримах. Во-вторых, из базы данных PlayStation Store стало известно, что предзагрузку можно будет начать в ночь с 7-го на 8-е декабря. Кстати, весит игра относительно скромные 72 гига. Правда, это без патча первого дня, который обещает быть здоровым. Что касается обзоров, журналистских или же блогерских, то эмбарго на них спадает вечером 7-го декабря. Правда, мы не уверены, что кто-то из авторов уложится к этому сроку. Ведущий тестер Cyberpunk 2077 Лукаш Бабель написал в Твиттере, что провел в игре 175 часов, но так до сих пор и не дошел до финала. Согласитесь, цифра внушительная. Впрочем, иные умельцы могут просто пройти по верхам основную сюжетную линию. Она, по некоторым отзывам, короче, чем в третьем Ведьмаке. А вот о будущем проекта, о дополнениях, мультиплеере и прочем, CD Projekt Red не заговорит раньше первого квартала 21-го. Дескать, разработчики вынесли урок из эпопеи с переносами. Лучше как можно дольше держать язык за зубами. Ну что ж, грех спорить. А в это время энтузиаст под ником Синдроид устал ждать поляков и решил сделать свою игру про киберпанк. Причем по мотивам картины, которая этот жанр изобрела, бегущий по лезвию Ридли Скотта. Проект носит громоздкое название Blade Runner Cells Interlinked 2021. По факту это модификация для Sirius Sam Fusion. Однако хорватский шутер в ней практически не узнать. На экране тот самый неоновый нуар из 80-х. Синдроид обещает два часа геймплея, кат-сцены и полную озвучку персонажей, а в будущем еще и поддержку VR. Такой объем работы, как ни крути, достоин уважения. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова